спасибо уважаемым посетителям сайта красного тв за вопросы которые пришли вот в частности например по поводу так называемого рассказать чего не тут правда вопрос этого дурацкого а есть извините зачем это слово то уважаемый кирилл прокопенко чем это слово ты вернули все вроде хорошо спросили ну что откуда раскулачивание рассказать чего не совершенно разные процессы ну вы же наверно знаете что советская власть приняла закон о ликвидации сословий поэтому вот это вот сословие казаков оно должно было просто влиться в общую народную массу всего нас все остальное извините просто не моя тема я не занималась этим я знаю что есть ряд документов они сохранились вы их можете найти а есть ряд фальшивок вы кстати тут приводите одну из таких только я не могу понять уважаемый кириллов зачем нужно писать троцкого бронштейна нельзя сказать просто троцкого вот откуда вот у вас это ну чего этим подчеркивать это я без всякого яда спрашиваю я искренне правда не понимаю потому что вы хороший вменяемый человек ну зачем это но если сможете вы мне ответить и вот я по этому поводу еще раз повторяю это не моя тема я не читал документов связанных с этой проблемой я вам могу рассказать только то что вы и так без меня можете прочесть тем более вы можете почитать в хороших автор в котором которые этим занимались на зачем я буду единственное что я хочу сказать всем вам и себе со мной напомнить о секретности так секретной приказе к вот эти слова секретный секретный вы понимаете слово секретный может относиться гитлеровской германии потому что в германии был диктатор по имени адольф гитлер 41 года и тем более после сталинграда этот человек советуется с одним двумя но все приказы принимается все приказы отдает сам все решения принимается это настоящий стопроцентный тоталитарный лидер никогда таким стали небо что же вы как же вы на эту ложь то ведетесь ведь всегда семнадцатого семнадцатого года всегда советская россия жила по другому принципу руководству я не говорю сейчас о советах я говорю о руководстве это всегда было то что называется коллегиальное мнение когда существует такая процедура принятия решений когда выносится коллегиальное решение ну а какой секретности о каких секретных протоколах о каких секретных директивах может идти речь да нет если они были ту вы них и не мы историки никто них никогда не узнает мало ли у кого-то из руководящих работников мозги протухли кто-то пошел против этого принципа но конечно мог принять слава богу не так много таких было при столе могло быть могло но только секрет секретность никогда не фиксируется на бумаге вот поэтому не существует секретных протоколов молотова ревентропа так следующий вопрос алексей соловов я на гене что вы думаете по поводу введения обязательного безусловного дохода для граждан российской федерации сейчас нету 15000 может нам и как-нибудь да я думаю 15000 на меня не а уж такой достойный хотя бы 30 40 ну представляете себе какая перестройка всех политических экономических социальных и прочих структур потребуется этому псевдо государства чтобы вести вот то о чем вы говорите отношусь к хорошо конечно только сейчас вряд ли спасибо уважаемому мною владимиру соловейчику за такой приятный вопрос можно я себя доставлю приятный я надеюсь ну прочитал романы не планируете работать над этой темой как писатель в дальнейшем значит так уважаемый владимир я просто самого начала задумывала не трилогия от тетралоги 1 роман это 30 31 год 2 роман это 37 38 год 3 роман это уже 45 46 самый мой любимый а там всем по заслугам и 4 роман это 48 это вот создание двух германий план маршала там дальнейшем и прочее то есть это судьба тех остатков семей окружении гитлера которые вот как-то выжили ну первый роман плач маргарита наверно был самым легким для меня потому что материал просто у меня вот он как тут весь вылился и второй был немножко сложнее третий был третий был трудный я его сократила в общем почти на половину и ввела туда документы нюнбергского трибунала чтобы немножко охладить все эти сопли и слюни которые наверняка у многих читателей нет не наверняка я просто это знаю потому что мне много об этом писали говорили вот по поводу этих несчастных жен весельников их детишек четвертый роман самый сложный потому что здесь здесь нужно писать о послевоенной германии которую я очень хорошо чувствую но очень мало очень мало документов мне приходится работать с очень немногими персонажами о которых я могу говорить именно на основании документов это семья гессов это от искорцени это вальтер венк ну и это может быть шеренберге функции но очень несколько вот таких семей которые как-то их семьи их потомки идут на какой-то контакт по крайней мере что-то я смогла не их узнать потому что например семья гиммлера его дочь гудрум гиммлер она вообще никакие контакты не идет дочь геринга особенно с русской писательницы до что она просто убежала с воплями от меня поэтому вот так трудно трудно идет этот роман но практически закончен я думаю что ну если вы в данном случае я просто обращаюсь человеку которого наверное вы читали на сайте многие я думаю я могу ему ответить лично дата если вы читали все три романа я вам скажу речь пойдет о пребывании рудольфа гесса в шпандау и речь пойдет о маргарите маргарите лей и о ее отношениях с вальтером венком кто такой вальтер венк напомню сразу сидит гитлер в канцелярии терзает карту потную у нас еще есть вверх армия венка еще придет всех спасет но это все так крокодил на самом деле вальтер венк это гитлеровский генерал гитлеровский генерал безусловно но человек очень одаренный очень талантливый хотя почему но ну да вот такой но в другом после того как германия капитулировала и пройдет несколько лет и тут же все наши бывшие союзники начнут опять реставрировать ну то что они назовут бандесвером вот вальтер венк в отличие от многих своих коллег будущем бандесвере откажется занимать любой пост хотя именно его прочь ли на главу бандесвера как бы интересная личность я такими людьми интересность да еще я не знаю это вы или кто то меня спрашивал почему ты почему я все время пропускаю вот этот период с 38 по 45 год ну тут наверно чисто личное вы знаете просто когда на 1 гестом улетит один из моих двух главных героев улетит даже не в этом делу не в этом делают признаюсь честно раз и навсегда как только речь заходит о войне против ссср сорок первом годе я перестаю писателем историком я превращаюсь публицист который просто ненавидит с ненавистью писать романы нельзя роман это всегда история любви спасибо владимир за вопрос